24 декабря соглашение о создании совместного центра исследований и разработок интеллектуальных транспортных систем в стенах инженерного института Казанского федерального университета подписали ректор университета Ильшат Гафуров и генеральный директор компании КАМАЗ Сергей Кагогин. Процессы настолько сложные, считаю, и вот когда Ильшат Равкатович поддался на мои задолженские давления и стал классический университет разворачивать в сторону решения инженерных задач, это оказывается очень востребовано сегодня, потому что наши инженерные задачи даже из предкладной науки уже переходят в более высокий уровень. Те процессы, которые нужно понять, осмыслить в разработке современной техники, они уже точно как довольно сложные, серьезные научные задачи решаются. Перед подписанием документов делегации из набережных Челнов осмотрела инженерные и технологические лаборатории будущего центра. Уже в следующие два года совместный центр приступит к реализации сразу нескольких проектов. Среди них создание инфраструктуры и технологий для беспилотных грузовиков, разработка системы смарт-управления беспилотниками. Также среди перспективных проектов разработчики назвали внедрение искусственного интеллекта в сельхозтехнику. Основой для воплощения совместных проектов КФУ и КАМАЗа станет запущенная им ранее в этом году научно-инженерная консорция, включающая более десятка предприятий, разработчиков основных технологий умных транспортных систем. При этом идея создания нового совместного центра с КАМАЗом прорабатывалась последние три года. Наш центр, он же не возник на пустом месте, он сформатировался в течение последних трех лет как минимум, поскольку мы чисто образовательных программ, когда мы готовили специалистов для работы на КАМАЗе, сегодня мы переходим и становимся центром разработок, который вместе с научно-техническим центром КАМАЗа будет работать на конкурентоспособность. Перед университетскими специалистами стоит задача понять, как будет меняться городская инфраструктура и что нужно сделать, чтобы современный город по-настоящему воспринял беспилотный транспорт. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универтньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова